Всем привет, дорогие друзья! С вами Валерон Скиер и Илья Кулбасов. И сегодня у нас обзор лыжи Line. Куни Бенгер, как и сказал сегодня Валерий, но на самом деле правильное название Honey Badger, что в переводе с английского медоед. Дверушка такая. Илюха стал обладателем данной модели. Вес райдера 90-93. Расскажи, какой у тебя рост? 174. Ростовка лыж? 166. Почему ты взял 166 с ростом 174? Потому что один известный лыжник, не помню как называется его канал, какой-то Валеронский Ир, по-моему, посоветовал мне взять Ростовку покороче, чтобы я не боялся скручивать всякие прицели с перилок после травмы, потому что я очкую за колено, и, собственно, все круто. Скручивать обалденно. Лыжа легкая, я хотел самую легкую, чтобы было как можно меньше воздействия на сустав. И вот оно так и работает. Раньше я гонял на 174-й ростовке в рост. На Соломонах фойл, который сейчас продаю. На авито заходим, торгуемся, не стесняемся. Соломонах фойл, который сейчас продаю. Ты слишком быстр. Как тебе карвинг? Да. Ну, а со сточными контами. Конты у меня сточены от крепления. Еще плюс вот столько. Держака почти нет, поэтому я сильно их не гружу. Естественно, ноги вылетят. Но карвить можно. Еще как можно, пока лыжи, конты еще новенькие. Если сильно не грузить, со знанием дела, то все даже спокойно карвится. Не бойтесь тачивать конты. Я вообще всем рассказываю, что в Слэше... Слаше. Слаше. Слэше это гитарист из Guns and Roses, запомните. Можно карвить на лыжах, даже с тупыми контами. Она все равно вырезает склон. Совершенно точно. Потому что там лыжа не достает до жесткой подложки, на которой она может поскользнуться. Поэтому лопатистые носы и пятки там отлично работают. Первое, что я ощутил, когда встегнулся в эти лыжи, они абсолютно невесомые на ногах. Это очень круто. И я катался на похожей модели Fofront Click от другого бренда американского. Они пожестче. Эти супер мягкие. И на них хочется делать большие сходы, большие крутки. То есть первый трюк, который я закрутил с трамплина, это было 540. Дальше сравниваем по жесткости. Они, может быть, чуть-чуть мягче, либо точно такие же, как бленды. Но данная модель кэповой конструкции, то есть нету боковой стенки АБС. За счет этого она может быть чуть-чуть не такая прочная, но это не факт. Если только для более сильных ударов. И, соответственно, в модели чуть меньше торсионной жесткости. Но она очень крутая, фановая и приятная. Сейчас будем пробовать делать олли, нолли и баттеры. Для баттеров надо затягивать. Ой, затягивать. У нас сегодня сломался скистоп на сквайрах, но это нормально. Продолжение следует... Продолжение следует... Как, собственно, я и говорил, что у данной лыжи не так много торсионки, и когда задавливаешь ноуз-пресс и тейл-пресс, она вылетает из-под тебя, то есть ее надо более четко контролировать. Но в целом очень фановая штука. Щелчок здесь достаточно резкий. Лыжа тоже мягкая, карвит. Жестить с карвингом, как и на блендах, не стоит. Хвост здесь пожестче, порезче. Очень напоминает лайн-бленд. Талия тут 92. Ростовка 166. Поэтому можно делать всякие приколюхи. Для флекс-фристайла лыжа подойдет идеально. Для джибинга такого типа лайтового тоже идеально. Если будете мочить дезики, ну, сами понимаете. К данному флексу лыжи быстро привыкаешь и начинаешь грузить столько, сколько нужно и сколько она требует. Единственный момент, который бросается, такое ощущение, что скользяк здесь все-таки чуточку похуже. Как он называется? Экструдированный. Полиэтилен холодного давления, полученный методом экструзии. Он мягче, чем синтерированный, испеченный скользяк. Вследствие чего дешевле в производстве, его удобнее ремонтировать. Но надо парафинить каждый день какой-нибудь жидкой смазкой, потому что утюжить его бесполезно. Парафин туда не впитывается. Валера говорит, что дошли слухи, что этой лыжей тяжело управлять новичкам, поскольку она слишком мягкая. Но камон, люди, я вешу 93 килограмма. Вы видели, как я карвлю на ней на приличной скорости. Что значит слишком легко управлять? Она же не из листа бумаги сделана. Торсионка у нее вполне присутствует, просто не надо грузить ее как слаломку. В ботинках 130 жесткости, и все отлично управляется. У нее середина же достаточно жесткая. Да, да, да. Ну, на льду, может, она будет ватная. Да, для катания со спиленными кантами на льду лыжа может показаться немножко нестабильной, нервной и мягковатой, но она же не для этого катания, а для парка, для джибинга все совершенно нормально. Сегодня я тормаживался на абсолютно ледяном приземлении, и все было отлично. Так что, кто спрашивал, интересовался, здесь достаточно хороший топшит, даже нету сколов. То есть, сколько ты на ней, два дня уже погонял, лыж целая, топшит должен быть достаточно хорошим. Канты спиленные, поэтому не срывает. По ним даже проехала девочка только что, и все нормально? Да. Короче, смело можете рассматривать данную модель. И, наверное, все. С вами был Илья Кубасов и Валерон Скивер. До встречи на склонах.